Мутная вода и неприятный запах. Сочинцы обеспокоены состоянием реки Псахе. На ситуацию отреагировал и губернатор. В Сочи будет создан экспертный совет архитекторов города. Такое предложение вынес глава курорта на заседании градостроительного совета. В Сочи простились с гражданином города Анатолием Паниным. Заслуженный строитель России скончался на 87-м году жизни. Лига женщин побывала в гостях у своих подопечных. Воспитанники интерната получили в подарок стулья и концертные костюмы. Мутная вода и неприятный запах. Сочинцы обеспокоены состоянием реки Псахе. О загрязнении водоема они рассказали в социальных сетях, а также обратились к главе региона Вениамину Кондратьеву. Горожане пожаловались, что неприятный запах распространился по всему району. Кроме того, потемнело и море в том месте, куда впадает река. Разобраться с ситуацией губернатор поручил своему заместителю Андрею Алексеенко. Это уже какой-то беспредел. Ситуация в сфере ЖКХ и до этого у нас была не самой лучшей, но последние события показали, что она попросту неуправляема. Впереди курортный сезон. Необходимо в кратчайшие сроки разобраться с ситуацией. А виновные должны понести наказание. Вплоть до увольнения. Уже создана специальная комиссия по расследованию ситуации. Разбираются представители краевой администрации города Сочи. К делу подключились природоохранная прокуратура и Росприроднадзор. Глава региона отметил, что после выявления всех обстоятельств дела будут приняты соответствующие кадровые решения. В Сочи будет создан экспертный совет архитекторов города. Такое предложение сегодня вынес глава курорта на заседании городостроительного совета. Все подробности в нашем сюжете. Предполагается, что экспертный совет архитекторов будет общественным органом. Именно там местные проектировщики будут обсуждать строительство. В Сочи зданий выше 12 метров. Анатолий Пахомов отметил, что необходимо продолжать корректировать генплан курорта. А последние поправки были ориентированы исключительно на олимпийское строительство. Ну а сегодня на карту Сочи нужно нанести, например, кладбище в Дагомысе-Ядлере. Это требование времени. Кроме того, крайне необходимо, считает мэр, увеличивать количество зеленых зон. В первую очередь в спальных микрорайонах. Так уже идет обустройство территории в микрорайоне Макаренко. Там появится парк культуры и отдыха в честь 80-летия образования Краснодарского края. Разбивать парк будут поэтапно. Первые деревья высадят уже 20 апреля. Тогда же будет торжественно заложен памятный камень в основании новой зеленой зоны. Я считаю, что сферы и парки должны в первую очередь служить людям, жителям. И поэтому было предложение, одобрено оно, что это не просто будет теренкур, которых у нас много, а это будет парк культуры и отдыха. Концепция создания парка культуры и отдыха в микрорайоне Макаренко. Она подтверждает или должна быть подтвердить народный характер этого проекта. То есть жители города, жители микрорайона обязательно должны принять участие в его строительстве, обустройстве. И мы уже 22 числа приглашаем всех на субботу. Еще два сквера появятся на Мацесте в районе Алии Челтенхэма и в микрорайоне Фабрициуса. Там планируют обустроить парк фестивальный в честь Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи в октябре и соберет больше 20 тысяч гостей со всей планеты. Инга Габейшая, Ольга Десята, Вадим Даниловский, телекомпания ФКТ. Сегодня в Сочи простились с почетным гражданином города Анатолием Паниным. Заслуженный строитель России, член общественной палаты города скончался 10 апреля на 87-м году жизни. Церемония прощания прошла сегодня. Проводить в последний путь Анатолия Панина пришли и его коллеги по работе, в том числе и глава города. Анатолий Николаевич Панин более 60 лет отдал строительной отрасли курорта. Он внес огромный вклад в развитие и архитектурный облик главного курорта страны. Под его руководством были построены и реконструированы знаковые объекты – здания санатория, жилые дома в разных районах, а также школы и больницы. Я не побоюсь, наверное, высоких слов. Хочу сказать, что вместе с Анатолием Николаевичем уходит целая эпоха наших советских строителей, которые помнят еще, как строить микрорайоны и города. Для Сочи сделал этот человек очень много. Почти 70% строительства, которые возведены в последние десятилетия, двадцатилетия, это его руками сделано. Поэтому мы очень сожалеем. Для нас это строитель – большая утрата. Он наш лидер был, наш учитель. К сожалению, ушел. Мы все об этом сожалеем. В последние годы Панин был активным членом общественной палаты города Сочи. Одним из его последних проектов стало строительство на улице Виноградной храма святого равнопостольного князя Владимира. Там сегодня и состоялась церемония прощания с почетным гражданином города Сочи. Анатолию Панину было 86 лет. Ну и продолжаем выпуск. Горнолыжный сезон в Красной Поляне продлится до середины мая. На курорте Горки-город, например, завершилась работа вечернего катания, но дневное продлится еще месяц. Благодаря благоприятным погодным условиям этот горнолыжный сезон снова бьет все рекорды и претендует на то, чтобы стать самым снежным за последние 10 лет. На данный момент снежный покров на трассах составляет от полутора до четырех метров, что позволяет комфортно кататься даже до отметки 960 метров над уровнем моря. Некоторые курорты, в частности Горки-город, продлили сезон до 20 мая. В горно-климатической зоне Цирк-2 снег сохраняется до июня. В мае кататься станет дешевле. Стоимость скипаса снизится до 1100 рублей. 1 мая в Сочи пройдет традиционное шествие от площади Зимнего театра до площади Южного Мола. Трансляцию движения колонны можно будет наблюдать на большом экране на площади Южного Мола, где в 11 часов начнется праздничный концерт с участием детских и взрослых творческих коллективов. А вот 27 мая на Сочинском карнавале призовут не прошляпить свое лето. Именно шляпа станет главным символом предстоящего масштабного карнавала, посвященного открытию летнего курортного сезона. Головные уборы на Сочинском карнавале будут разными. Одна из тем – этническая, которую представят городские национальные общины. Город готовится принимать Кубок Конфедерации, поэтому будет карнавальная колонна, облаченная в необычные спортивные головные аксессуары. Сейчас художники города работают над созданием шляп, которые смело можно сравнить с произведениями искусства в виде морских парусников, экзотических растений и других символов сочинского лета. Карнавальное шествие начнет движение в 18.30 от Зимнего театра. Костюмированные колонны пройдут по курортному проспекту до площади Южного Мола, где смонтируют большую фотозону. В этом году по ходу следования колонн добавятся дополнительные пять зон просмотра для всех желающих с отдельным световым и звуковым оборудованием. Артисты будут останавливаться напротив этих площадок и демонстрировать свои яркие номера. Возглавит шествие глава города Анатолий Пахомов. Он же вручит специальные призы за лучший карнавальный костюм и самую фееричную карнавальную платформу. Отмечу, что на официальном сайте администрации в социальных сетях размещена анкета, которая поможет организаторам провести праздник лета с учетом пожеланий местных жителей. Юбилейный 20-й открытый фестиваль-конкурс армейской песни «За веру, за отчизну, за любовь» проходит в Сочи. Сегодня второй день, в рамках которого исполнители казачьей песни представляют свои номера на суд зрителей и авторитетного жюри. Коллективов, работающих в жанре казачьей песни, немало. В нынешнем фестивале участвует больше 20 ансамблей из различных регионов. Есть и представители нашего города. Казачий круг уже не первый раз в конкурсе армейской песни. Этот конкурс для нас прежде всего это в удовольствие исполнить те песни, которые не стареют, которые с каждым годом все актуальнее и актуальнее. Потому что это прежде всего, скажем, родина, это прежде всего воспоминания о былой славе и о славе сейчас. Песня на самом деле, она объединяет людей во всем мире. С каждым годом фестиваль приобретает все больше популярность, становится не только заметным событием в культурной жизни курортной столицы, но и очередной ступенькой в развитии музыкального творчества артистов. Фестиваль армейской песни продлится до 17 апреля. Концерты пройдут в Зимнем театре, а в субботу на площадке парка Ривьера. Запланированы и выездные концерты участников в воинских частях и здравницах города. Рината Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Сегодня городская общественная организация Лига женщин «Мост Добра» побывала в гостях у своих давних подшефных – детей и педагогов интерната номер два. Они дружат давно, еще с начала проведения фестиваля детского творчества «Хрустальный петушок». Но вот непосредственно там, где дети живут и учатся, президент общественной организации Лига женщин «Мост Добра» Елена Пахомова побывала впервые. В интернате живут и учатся 350 детей. Сюда они попадают по разным причинам, но благодаря труду педагогов и воспитателей развиваются успешно. Вот и компьютерный кабинет у них доступен всем. Здесь накануне заменили компьютерные стулья. Это подарок от общественной организации Лига женщин «Мост Добра». «У нас были старые стулья, мы поменяли на новые. Мы вчера таскали все стулья сюда, комфортные, удобные, можно поднимать, опускать их». Сегодня президент общественной организации Лига женщин «Мост Добра» Елена Пахомова познакомилась с условиями проживания воспитанников интерната. Просторные учебные классы, спальни на три человека, большие игровые холлы, но главным все равно остается душевное тепло и забота педагогического коллектива. «Очень радует отношение самих сотрудников, работников, педагогов. Такая вот в голосах доброта и нежность, что просто вызывает большого уважения, честно скажу. И детки очень красивые, ухоженные, везде такая чистота, порядочек. Очень понравилось». А еще больше понравилось гостям интерната выступление школьного хора. Он ежегодно участвует в фестивале детского творчества «Хрустальный петушок», который активно поддерживает организации Лига женщин «Мост Добра». Для участников хора, сообщила Елена Пахомова, будут сшиты новые концертные костюмы. А накануне нового учебного года все воспитанники интерната номер два получили школьную форму. К слову, сегодня в России отмечается День мецената и благотворителя. Он не является государственным праздником, но объединяет всех участников социального партнерства. Елена Овсицына, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Куличи из печи попробовали сегодня сочинские школьники. На Кубанском подворье гимназии номер 44 в преддверии одного из главных христианских праздников сегодня пекли традиционные пасхальные угощения. Для гостей организовали мастер-классы, концертные номера, выставку работ школьников и воспитанников детского сада. Этнографическую экспозицию «Кубанское подворье», расположенную на территории школы, в эти дни дополнили рисунками, пасхальными поделками и праздничной выпечкой. В традициях православной культуры здесь представили и концертные номера, в которых рассказали гостям об истории праздника и значении его для всех верующих. Сегодня по традиции чистый четверг. В этот день приводят в порядок свое жилье, одновременно свою душу, самое главное. В этот день пекут пасхи, красят яйца и готовятся. Детям это очень нравится, они ожидают эти праздники. Это у них в такой глубокой культуре, они ждут и готовятся к этому празднику. Провели здесь и мастер-классы по приготовлению пасхальных угощений. Участие в кулинарном уроке все желающие принимали с большим удовольствием. Мы изготавливаем творожную пасху, отделяем желки от белков, взбиваем и желки отдельно, и белки с сахаром. А девочки этим временем творог перемешивают с маслом. Творожные пасхи будут готовы спустя время и попробовать их можно будет лишь завтра. А вот куличи из русской печи ждать совсем недолго. Господи, благослови. Гостям было предложено угощение, а празднование Пасхи в стенах школы на этом не заканчивается. Тем более, что согласно русским традициям, Пасху всегда отмечали с большим размахом. Рината Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Педагоги будущего сегодня получили сертификаты на целевое обучение в Кубанском и Сочинском госуниверситетах. Школа будущего педагога завершила свою работу и выявила лучших участников проекта. Участников школы будущего педагога собрали для вручения дипломов и целевых направлений. Среди них 11-классница Дарья Макарова, для которой такой сертификат – осуществление мечты детства. Но и сегодня, уверена школьница, эта профессия – одна из перспективных. А учиться Дарья будет в Кубанском государственном университете. Моя научная работа была основана как раз-таки на выборе профессии старшеклассниками. И мы приводили данные с Центра занятий населения. И профессия педагога остается на втором месте по востребованности в Краснодарском крае. Я хотела бы в этот вуз, на эту профессию, на этот факультет. Конечно, это радость. Я вернусь с собой в школу, в которой училась и буду учителем. Чтобы заслужить целевое направление, порядка полусотни сочинских школьников проходили обучение в городском центре развития СИП. Ребята занимались и практикой, и теорией. В итоге же писали проектные работы, по результатам и содержанию которых и были определены счастливчики. Для тех ребят, которые планируют обучаться в СГУ, администрация университета предусмотрела дополнительные три балла к результатам ЕГЭ. Это начало нашего инновационного проекта. Наш сочинский центр развития образования представил большую программу и стал краевой инновационной площадкой по поводу обеспечения кадрами сферы образования. И там задействованы будут не только школьники, но также и студенты, и молодые учителя. Школа будущего педагога – проект не разовый. Таким образом, мотивировать школьников поступать на педагогические факультеты в городе планируют ежегодно. В Сочи 14 апреля откроется марафон «Кустурицы». В кинокомплексе «Люксор Аймакс» пройдут три дня кинопоказов лучших работ режиссера. Сам фестиваль откроется большим концертом Эмира Кустурицы и группой «The No Smoking Orchestra». Вход бесплатный. Вместе со своей фолк-рок-группой Кустурица исполнит новую музыкальную программу «По млечному пути», посвященную выходу последней работы режиссера с одноименным названием. В рамках марафона «Кустурицы» также будут представлены и другие известные картины режиссера. Это «Марадонна», «Черная кошка», «Белый кот», «Жизнь как чудо» и «Андеграунд». Билеты на кинопоказы можно приобрести на сайте люксорфилм.ру и в кассах кинотеатра «Люксор Аймакс». Сбор гостей на концерты и старт культурного марафона 14 апреля в 18 часов. Задумываться о здоровье сегодня принято не только при возникновении проблем. Не удивляют и люди, которые выглядят моложе и не по годам, которые ведут активный образ жизни. Но тем, кто строит большие планы на будущее, стоит обратить внимание на наш следующий сюжет. Медицинский центр «Проксима» совместно с лабораторией «Оптимум» предлагают продлить удовольствие от общения с близкими, любимого дела и жизни в нашем городе. Опытные специалисты со всей страны, практикующие научные исследования в контакте с ведущими клиниками Израиля, разработали методику превентивной медицины – диагностики предрасположенности к различным тяжелым заболеваниям. Мы в своей лаборатории разработали ряд лабораторных методик, которые на клеточном или молекулярном уровне диагностируют уже предзаболевания. И вот на этих стадиях предзаболевания мы можем начать уже коррекцию. Соответственно, и методы коррекции здесь немножко другой подход. Вот. Человек, в принципе, еще не болеет. Значит, его не нужно пичкать лекарствами. И мы избрали методы коррекции, которые, опять же, они конвенциональные, то есть современные. Это не есть, допустим, гомеопатия, не есть герудотерапия или традиционные какие-то методы. Это конвенциональные, современные методы эндоэкологической реабилитации. То есть, можно так сказать по-русски, это чистка организма изнутри. Качество предлагаемых процедур повышает возможность проведения на месте всех необходимых анализов. Оборудование и опыт специалистов лаборатории «Оптимум» позволяют все исследования проводить в здании клиники. Даже если пациент еще не родился. Еще одним направлением по сохранению здоровья в клинике «Проксима» является ведение беременности. Очень важно наблюдать пациента до того, как он родился. И мы за собой оставляем еще направление. Это ведение, наблюдение за беременными женщинами. То есть, ведущий врач, акушер-гинеколог, к нему будет обращаться беременная женщина. И мы будем полностью наблюдать весь срок беременности. И, соответственно, подготавливаться к родам. После родов полезное общение со специалистами готовы продолжить. При этом опыт взаимодействия с пациентами позволяет четко планировать лекции и процедуры, чтобы избавить мам и самых юных посетителей клиники «Проксима» от ожидания. Также у нас планируются профилактические школы. Профилактические школы правильного оскарбливания, правильного ухода за ребенком, правильного сцеживания. Это будет читать ведущий онколог-мамолог, педиатр, акушер-гинеколог. Медицинский клинический центр «Проксима» находится в Адлере в здании бизнес-центра «Офис Плаза». Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров. Стоматология «Скаковский» работает по принципу 3П – порядочность, последовательность, профессионализм. Оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.